Привет всем! Сегодня я приготовил праздничный стол за 2000 рублей. В него войдет мясное блюдо, соус к нему, гарнир, салат, два вида закусок, лимонад, а также десерт. В описании к видео я выложу ссылки на другие праздничные столы на разные суммы, которые я готовил ранее. Погнали! По этому рецепту утка снаружи получается хрустящей, а внутри нежной и сочной. Смешиваем 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку копченой паприки и 1 чайную ложку перца. Срезаем лишний жир, промокаем внутреннюю часть утки салфеткой, затем нашей смесью покрываем полностью утку, даже под крылышками. Тщательно втираем, чтобы полностью покрыть утку в наших специях. Лук нарезаем на 3 части, засовываем внутрь утки. Следом отправляем чищенный имбирь и чеснок. Выпекаем при температуре 160 градусов в течении часа. Далее снижаем до 140 градусов и выпекаем еще 2 часа. Приготовим необычный соус к нашей утке. Нарезаем чеснок, обжариваем его на сковороде. Добавляем 3 столовые ложки соуса из черных бобов. 1 столовую ложку рисового уксуса. 1 столовую ложку меда. И 2 столовых ложки соевого соуса. Готовим 3-4 минуты на медленном огне, постоянно помешивая. Перейдем к гарниру. Салат в азиатском стиле. Нарезаем огурец. Измельчаем зелень. Нарезаем листья салата. Имбирь натираем на терке и добавляем в стакан, в котором будем делать соус. Добавляем столовую ложку соуса хайсин. Столовую ложку соевого соуса. Столовую ложку рисового уксуса и кунжутного масла. Все это хорошо перемешиваем. И заправляем наш салат. Такая заправка придаст азиатские нотки и салат станет интереснее. Приготовим королевский салат. Измельчаем лук. Я использовал белый. Добавляем сверху уксуса и заливаем водой. Оставляем мариноваться. Отвариваем яйца. И нарезаем полосочками. Отвариваем грудку. И тоже измельчаем ее на полоски. Берем кольцо для салатов. Выкладываем первым слоем курицу. Подогреваем сковороду и обжариваем наш лук до готовности. Натираем пармезан. Поверх курицы выкладываем лук и заправляем майонезом. С помощью вилки распределяем, чтобы было ровно. Сверху посыпаем яйцами. И проходим еще одним слоем майонеза. Сверху присыпаем пармезаном. Наш салат готов. Убираем его в холод буквально на полчаса. Закуска из авокадо и креветок. Очищаем авокадо с помощью овощечистки. Разрезаем его вдоль и вынимаем косточку. Разминаем его в тарелке с помощью вилки. Старайтесь выбирать спелый авокадо. Заправляем немного лимонным соком и хорошенько перемешиваем. С помощью стакана или любой другой круглой формы делаем такие кружочки из хлеба и обжариваем их на сливочном масле с двух сторон. Сверху выкладываем замес из авокадо. Креветки я сварил, вы можете их пожарить на ваше усмотрение. Выкладываем поверх авокадо и добавляем зелень. Простая, но вкусная закуска готова. Сейчас я приготовлю закуску морская ракушка с жемчугом. Слоеное тесто разделяем пополам. С помощью округленного предмета делаем вот такие выемки. Две спереди и две по бокам с каждой стороны. Не забудь подписаться. На канале много вкусных рецептов. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Низ сжимаем. С помощью ножа, противоположной стороной, делаем вот такие надрезики, неглубокие. На противень укладываем фольгу, смазывая маслом. Сверху выкладываем наши жемчужные раковины. Яйцо взбиваем венчиком и смазываем сверху. Жарим в духовке до 200 градусов в течение 10 минут. Потом снижаем до 180 градусов и жарим еще 10 минут. В это время крупно нарезаем крабовые палочки. Заправляем их майонезом и перемешиваем. С помощью ножа делаем надрез. Внутрь выкладываем листик салата в качестве подложки. Сверху у нас крабовые палочки с майонезом. И жемчужины нашей ракушки перепели на яичко. Закуска готова. Мандариновый лимонад. Выжимаем сок одного лимона и убираем в сторону. Далее выжимаем сок двух лимонов и 400 грамм мандарин. И тоже убираем в сторону. 125 миллилитров воды, 100 грамм сахара, сок одного лимона и корица. Доводим это все до кипения, снимаем с огня и добавляем мяту. И убираем охлаждаться. Берем графин, добавляем туда дольки мандарин и лед. Сверху листочки мяты. Заливаем мандариновым лимонным соком и нашим сиропом. Воду добавляем по вкусу. Наш лимонад мандариновый готов. Прекрасный и легкий десерт «Яблоки в креме». Данный десерт мы практически каждый год готовим на Новый год. Очищаем яблоки. Мы использовали семеринки. Высыпаем сахар. Заливаем водой. Доводим до кипения, пока сахар полностью не растворится. В это время яблоки очищаем от кожуры. Выкладываем яблоки в начале одной стороны вниз. До готовности. Далее переворачиваем и тушим дальше. Вливаем молоко в кастрюлю и доводим до кипения. Выкладываем наши яблоки в противень, где мы будем заливать их кремом. Вбиваем 3 яйца. Засыпаем сахаром и перемешиваем венчиком. Добавляем чайную ложку кукурузного крахмала и чайную ложку муки. Все это перемешиваем до народного состояния. Вливаем в молоко небольшой струйкой, постоянно помешиваем. Варим до загустения. Далее добавляем охлажденный сироп после наших яблок. Получившийся крем заливаем поверх яблок. Присыпаем цедрой лимона и убираем в холод на пару часов. Давайте попробуем, что у нас получилось. Начнем с утки. Утка получилась уже сочная. Шкурка у нее поджарилась. Вкус великолепный. Давайте попробуем ее соусом. Соус додел первый раз. С черных бобов. Шкурка получилась хрустящей. А внутри она максимально сочная и вкусная. Соус. Какой это имеет вкус. Пригорение, что ли. В общем, на любителя. Попробуем салат с хой син. Салат мне понравился. Имеет азиатские нотки. Просто и вкусно. Перейдем к закускам. Первая закуска. Замес авокадо с креветками. Простая и вкусная получилась закуска. Единственное, нужно подсолить. Вторая у нас закуска. Это ракушка морская с жемчужиной. Листик салата дает сочность. Кому будет мало и суховато майонеза, можете смазать внутри саму основу. Перейдем к королевскому салату. Салат получился очень нежным и вкусным. Пикантность ему дал лучок, замаринованный и поджарен. Попробуем лимонад из мандаринов. Лимонад получился очень вкусный. Сделал такой же повторно. Имеет цитрусовые и мятные нотки. Перейдем к десерту. Яблочки в креме. Десерт, как всегда, меня порадовал. Яблочки в креме. Один из моих любимых рецептов. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам такой праздничный стол. Всем пока.